Друзья мои, ну вот сейчас время уже сколько, без 15, без 20 пошли, ну без 17.10, вот этот прожектор уже выключил, тот еще горит, и ток уже закрыт. Ну вот сейчас зайдем, посмотрим состояние того кофейного голубя, который вот недавно я выложил, в каком оно состоянии будет этот голубь. Некоторые рассказывают, говорит, у нас там двое суток метает, спустился, вот он, друзья мои, вот этот голубь, это его место. Сейчас, наверное, тепло, холод, камера пусть выровнится, просто специально хочу показывать состояние голубей, состояние не то, что голубей, да, состояние вот этого голубя, это вот тот голубь, который вот ночью садился, гонял я их с утра, по-моему, полдевятого или во сколько там, где час тому назад этот голубь спустился. Как тряпка, натуральный тряпка, это тот бодрый голубь, который вот пытается спускаться, всегда потолок упирается, в общем, в состоянии голубей, вот видите, ну эти столько-то не летали, сколько тут, в общем, вот он, бедолага. Вот, друзья мои, каким спускаются голуби, бойные голуби, ну, которые хотя бы 5-6 часов, там, 7 часов, 8 часов, 9 часов, 10 часов, с хорошим боем летают, вот как последний тишмо этот голубь садится, в общем, просто вот многие, вот спустился, поел, попил, в общем, да. Вот он спустился, поелки ему не подпустил, хотя сейчас зима, зимой как бы еще не так страшно, а вот летом, если вот этот голубь такое же время показал лёта, как сегодня, я обычно не люблю говорить, сколько голубь летает. Поднял я его с утра, садился в ночь, то есть очень серьезный результат показывал. Дим, кстати, это брат вот того кофейного, который у этого, у Тико, у вас, так что срочно надо будет тебя забирать, того голубенка и погонять самому, жалко будет. В общем, а там рядом отец его сидит, вот этого голубя. Отец он днем садился, я снимал, а этот вот такой бешеный, я его часто показывал, у этого голубя посадка, идет на посадку, опять вырывается, уходит вверх, идет и вырывается, уходит. К чему я это, сейчас вот этот ролик снимаю, просто в комментариях видео почитал там, ребята пишут, как там, летом покажем, какая у нас птица. Знаешь, там три часа лета, это не голубь. Друзья мои, ну ради бога не надо голой жопой ежей пугать, ради бога. А сейчас слабо, ну во-первых, я никого не цепляю, я никогда не говорю, что у меня там супер, у остальных дерьмо. Я всегда говорю, любите, гоняйте, знаешь, это ваши голуби, ну уж можно же язычок поприкрыть, знаешь, сможете показывать, покажите сейчас. Вот как говорится, будет день и будет пише, будет лето, вот тогда и напишите, летом другие условия будут, знаешь. По-моему, те же самые ребята и летом ничего не могли показывать. Ну любите, держите и держите. Не надо перед быком там красный флаг в этот, да, ну кого вы собираетесь удивлять, меня? Чем? Тысячи причин у вас, чтобы не поднимать голубей. То оспа, то там птенцы, то там хрен её знает, погода, то туман накрывает, то мороз, то холод, то копчик, то ветер. Ну меня-то ничего не пугает. Ну ради Бога уж не надо вот эти провокации, понимаешь. Ну посерьёзно себя ведите, тем более фамилия армянская там написана. Чего вы меня покажете, понимаешь. Мне уже показывать трудно что-нибудь, удивлять ей Бога, трудно чем-то удивлять меня, понимаешь. Потому что разговоры вот эти я очень часто слышал, ну что обычно пустые разговоры. Когда ходишь вчера-завтра, либо вчера, либо завтра, либо осень. Либо весна. А как реальности вот сегодня, ну не знаю, из тысячи один человек соглашается сегодня поднимать. Так что, друзья мои, если не нравится, не смотрите. Я никого не хаю. Ну и будьте любезны, тоже не хайте там, что у вас там что-то сидит, понимаешь. По крайней мере, та птица, которая у меня сидит. Уже четверть века проверена, понимаешь. Ну надо быть просто дебилом, когда сапсан наверху я снизу выкидываю. Ну попробуйте выкидывать своих лучших голубей. И вы разницу увидите, где сидит хорошая, а где сидит плохая. Я не хвалю, я показываю и не говорю, что у меня там супер. Ну просто показываю, вот есть еще такая. Я просто молодым ребятам учу, что есть еще такая. Вот не надо вот этим сказкам верить. Я понимаю, что скоро весна, скоро бизнес должен идти, начнется провокация. Но на провокации я не подаюсь, друзья мои. У меня всегда вопрос такой, знаешь. А слабошь сейчас? Нет, ну и все, и разговор закончен. Так что, когда вы пишете, думайте сразу же. Вот в одноклассниках у нас сразу это, да, это же. Когда начинают, у нас такой-сякой. А покажешь, нет. Ну нет, так до свидания. Как сможешь показывать, так скажешь. То же самое и в ютубе, понимаешь. Вот такие вот это, да, там, бессмысленные комментарии, которые будут. Друзья мои, я вас буду блокировать, понимаешь. Мне от вас ничего не надо, понимаешь. Если вам от меня ничего не надо, так смысл какой там. Себя нервоторепать, не нервоторепать, понимаешь. Вот личные вот там комментарии, без всяких обид. Я просто заблокирую там. Откройте новую страничку, вы все равно себя не поменяйте. Стиль таких людей остается одинаковым. Ну еще раз заблокирую, еще раз. У меня практически те же самые люди там, в одноклассниках, человек десять там. С повторными, с тремя, с четырьмя, теми же самыми этими, да, там, страничками в блок уходит. Потому что, ну, не умеет вести себя нормально, неправильно. Один-два человека, как говорится, ложку дегта портит бочку меда. И так вот тоже есть. Так что, друзья мои, стремитесь не к разговорам, а к деле. И запоминайте, ваша птица нужна вам, не мне. Моя птица нужна мне, она мне устраивает во всех отношениях. А ваша птица нужна вам. Ну, если есть что показывать, покажите. Ну, если нету, то молча там смотрите то, что другие показывают. Я когда воздушных этих акробатов смотрю, мне приятно посмотреть. Но я никогда не говорю, что я тоже так смогу делать. Ну, что-то смогу делать, но то, что они вытворяют, я не смогу. Они в этом деле профессионалы. Или то же самое, когда по этим. Да, мы все это знаем. Ну, если знаете там, как лечить, как поднять. Ну, что ж. Ну, я ж не говорю там. Мы люди секретные, вы не хотите делиться, да. Ну, что ж, тогда вы смотрите то, что вы сами смотрите. Это сами наизу знаете. Ну, можно же обходиться без всякого. Это без всяких обид. Просто, ну, повзрослее надо себя вести. Все-таки очень многие из вас и старше меня, и намного старше меня, и мои ровесники. Ну, поведение неправильное. Надо еще правильно себя вести. А так мне вот, ей-богу, мне ничем не удивить. Абсолютно ничем. Если обратили внимание, я никогда не говорю, сколько у меня птица летит, сколько она бьет. Я просто так показываю, вот смотрите, вот есть такая птица. Ну, это для молодых ребят, чтобы они еще сделали выводы свои. Вот так выглядит голубь, который долго отмотал небе. Он как чмол. Вот видите, как будто весь табун поимел его. Вот в таком состоянии голубь садится. Он не бодрый, он еле стоит на ногах. Это тот голубь, который, ну, все время можете обращать на этого голубя. Вот тут у него птицы сидят. Тут голубь его сидит. И вот тут он. Вот этот же голубь. Видите? Потянулся. Я сидел как последний чмол. Почему? Да потому что измотался. И вот эти сказки там, то, что я буквально вот только что выложил ролик, что там голубь не летит сутками. Голубь обязательно. Но у меня этих роликов десяток. Знаешь, вы видели, сколько у меня роликов. И по десять, и по пятнадцать штук ночи голуби садились. То есть, ну, хорош рассказывать сказки. Делом займите, друзья мои. Ну, теперь точно спокойной ночи. Уу... Продолжение следует...